Сьерра, дело Макарена. Волшебные джунгли, раскинувшиеся на территории площадью 5250 квадратных километров, и скрытые от всего мира в одном из самых удаленных уголков Колумбии. В сердце этой земли находится один из древнейших горных массивов. Гигантский пласт песчаника, возраст которого 400 миллионов лет, высотой более 2600 метров. В этом экологически важном месте пересекаются флора и фауна трех различных ареалов. Широкой Амазонки, Бескрайнего бассейна Оренока и Высоких Ант. В этом уникальном, малоизученном заповеднике живой природы Колумбии обитают виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Но это место славится не только дикими животными. В здешних лесах таятся и другие сокровища, которыми любовались лишь немногие из людей. Субтитры создавал DimaTorzok Дикая Колумбия Сьерра-Дела Макарена Сокровищница природы Своими геологическими особенностями Колумбия обязана тектонической, вулканической и ледниковой активности. Три горные цепи Ант начали формироваться 12 миллионов лет назад. И к настоящему времени стали частью самой протяженной в мире гряды. Колумбия расположена на трех тектонических плитах. Национальный парк Сьерра-Дела Макарена находится в самом сердце страны. На юге его окремляют джунгли Колумбийской Амазонии. На северо-востоке — луга Льяноса. А на северо-западе — Анды. Здесь мы начнем свой путь. Воздушные потоки, поднимающиеся выше горных склонов, пересекают снежные границы. С понижением давления водяные испарения охлаждаются и собираются в облака. В этих покрытых тучами вершинах нашел пристанище колумбийский властелин неба. Анский гондор Это вторая по величине летающая птица в мире, размах крыльев которой превышает 3 метра. Она легко парит в восходящих воздушных потоках, проводя большую часть времени, высматривая добычу на земле. Кондор замечает труп животного на расстоянии нескольких километров. И проворно присваивает добычу. Острый, крючковатый клюв разрывает даже самую толстую шкуру. Кондор властвует здесь безраздельно. Колумбия знаменита своими горами, покрытыми не тающими льдами и снегом. Но за грядой простирается влажный тропический лес. Это мир тумана, изогнутых деревьев и сочащихся эпифитов. Дожди, льющие почти каждый день, поддерживают постоянную влажность. Вода собирается в бесчисленные ручьи и речки. На этой высоте обитает лишь несколько видов обезьян, и конкуренция между ними невысока. Среди них наслаждается раздольем один из самых крупных приматов Южной Америки. В 45 метрах над землей ищут пропитание шерстистые обезьяны. Они прижились в кронах деревьев, научившись пользоваться при передвижении цепким хвостом. Им же они срывают цветок, орехи, стручки и фрукты. Этот удивительный хвост позволяет обезьянам пересекать большие расстояния. И даже прокладывать мосты для малышей. Разнообразие птиц, обитающих в тропических лесах, ошеломляет. И самое удивительное семейство – это калибри. На такой высоте ночью холодно, а днем сыро. Не каждая насекомая может здесь выжить. Поэтому главными опылителями стали эти крошечные птички. Они зависают в одном положении, совершая за одну секунду более 70 взмахов крыльями. Их сердца бьются со скоростью тысячи ударов в минуту. Чтобы поддерживать такой метаболизм, калибри должны каждый день выпивать столько же нектара, сколько весят сами. В поисках жизненно важной энергии они облетают сотни цветов. Местная флора не менее разнообразна. Многие растения подстроились под маленьких воздушных акробатов. Каждый вид калибри опыляет определенные цветы. Тонкий клюв позволяет им добраться до нектара. В анском тропическом лесу обитает самая большая популяция калибри. Изобилие плодов обеспечивает сытую жизнь и многим другим птицам. Все силы в свободное время пойдут на важное дело. Привлечение особей противоположного пола. Один вид старается куда сильнее прочих. Нарядный скальный петушок. Он копит силы и тщательно готовится, чтобы покрасоваться и, возможно, завоевать сердце самки. Однако у него есть конкуренты. Несколько самцов пришли распушить хохолок перед самкой. Трудно не влезать в чужое пространство. Нужно поддерживать ухоженный вид. Хлопоты так утомляют. Вторая биологическая зона Сьерра-Делома-Карена – это бассейн реки Оренока. Могучая водная артерия проходит через самое сердце этой земли, пролегая по сухим лесам и поймам, а потом разливается в дельте среди болотистых зарослей и прибрежных мангровых лесов. Часть Оренока, находящаяся в Колумбии, течет через Льянос – обширное затопляемое плато, покрытое галерейными лесами и лугами. Земли между Колумбией и Венесуэлой являются естественной границей Сьерра-Делома-Карены. Флора и фауна этой территории приспособились к ежегодным разливам и затоплениям. Научился жить здесь и человек. Льянос – земля ковбоев Разведение скота здесь – основное занятие. Почва слишком бедна для земледелия, зато трава на пастбищах растет прекрасно. Это один из самых богатых тропических лугов в мире. Вместе со скотом эту территорию делят более сотни других млекопитающих и 700 видов птиц. По галерейному лесу крадется одно из таких млекопитающих. Неуловимый охотник – пума. Пусть ее и прозвали горным львом, но она куда ближе к обычной кошке. На самом деле это самая крупная представительница малых котов. Пума не гнушается никакой пищи и ест все – от крошечных насекомых до крупных млекопитающих. Поэтому ее ареал простирается от канадских скалистых гор до нижней оконечности Южной Америки. Ловкий древолаз пользуется своим навыком, чтобы атаковать добычу сверху. И не отказывается даже от обезьян. Но в этот раз пума проходит мимо. На деревьях вдоль берегов рек Льяноса поселилась удивительная птица, питающаяся листьями. Гаоцин вьет гнезда из палочек на ветвях, свисающих над водой. Сюда пуме не подобраться. Птенцы приспособлены к опасной жизни над рекой. У них мощные ноги, а на каждом крыле по два когтя. Это помогает малышам перебираться по ветвям так, чтобы не свалиться в воду. С мая по октябрь во время сезона дождей Льянос частично затапливается и уходит под воду на метр. Водоемы привлекают около 70 видов водоплавающих птиц. Память. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В середине 20 века сотни тысяч этих созданий убивали ради кожи. По подсчетам ученых, в наши дни в естественной среде осталось всего 250 особей. Древние рептилии Это древние рептилии на грани вымирания. А вот других представителей отряда крокодиловых здесь немало. Крокодиловый кайман отличается костистым наростом между глаз, похожим на оправочков. Эти животные, способные привыкнуть к любым условиям, встречаются практически во всех заболоченных равнинах и поймах рек. Так что в болотистом Льяносе для них раздолье. Они улыбаются, демонстрируя свое оружие. Два ряда острых зубов. Этим небольшим рептилиям привычнее есть рыбу, но при этом они всеядны. Иногда в их меню попадает самый крупный грызун в мире. Капибара. Этот зверь достигает более метра в длину и весит почти как взрослый человек. Эти травоядные крайне социальны и живут большими группами. Период размножения начинается с приходом сезона дождей. В одном помете самка капибара может принести до восьми малышей. Уже через неделю после рождения они могут питаться травой. Однако до шестнадцатой недели кормятся грудным молоком. Причем любой матери в семействе. Как и бегемоты, эти животные отлично приспособились к жизненной берегу, в окружении грязевых луж. На суше они не менее проворны, чем в воде. Капибары прекрасно ныряют и могут пробыть на глубине несколько минут. Широкие лапы с перепонками между пальцами помогают отлично плавать. Большую часть времени они проводят среди водяных гиацинтов. Там к Айману не добраться до молодняка. Взрослая капибара для него слишком велика. А вот малышом можно отлично пообедать. Детенышам нужно как можно скорее научиться скрываться от главного врага. Детенышам нужно как-то убрать. 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 Школа жизни сурова. Выживает один малыш из двадцати. Над Амазонкой встает солнце. Это третья входящая в состав Сьерра-Деламакарена территория. Здесь произрастает 10% могучего влажного тропического леса. Амазонские джунгли – самый обширный тропический лес в мире. Здесь обитает 10% известных науке видов животных. Бассейн реки питает Амазонку и 15 тысяч ее притоков. Эта речная система – основная водная артерия местных лесов. Колумбийская Амазония образует южную границу национального парка. На здешних берегах живет южноамериканская большая кошка. У ягуара, крупнейшего хищника обеих Америк, самые мощные челюсти среди представителей семейства кошачьих. Сила его укуса в два раза больше, чем у льва. Но эта самка отдыхает от охоты. Ягуары могут расправиться практически с любым обитателем суши и воды. Поэтому среди такого изобилия они легко выкраивают время на отдых. Может, она и крупная хищница, но поваляться без дела любит не меньше обычных кошек. Вот бы еще мухи отстали. Ягуары не только превосходные хищники-засадчики, но и отличные пловцы. А значит, на поиске нового места отдыха подальше от назойливых мух вполне можно отправиться по воде. Пока ягуар ищет, где бы поспать, анаконда незаметно скользит по берегу. Это самая тяжелая и одна из самых длинных змей в мире. Большую часть жизни она проводит в воде или около нее. Как и ягуар, анаконда нападает из укрытия. Она прячется под кромкой воды, поджидая незадачливую жертву, остановившуюся попить или проходящую мимо. В реках есть и другие хищники. Именно здесь живет знаменитая рыба. Пиранья Многие думают, будто эти страшные хищники охотятся стаей, которая за пару секунд может разорвать жертву на части. На самом деле, пираньи собираются в большие косяки ради собственной безопасности. Обычно они не нападают толпой. Лишь страдая от ужасного голода или погибая в тесно мельчающем водоеме, они впадают в безумие и бросаются на все живое. За пару минут стая съедает добычу целиком. Острые треугольные зубы сцепляются между собой, когда рот закрыт. Сила укуса у этой рыбы солидная. Но пираньи – не единственные хищники в местных реках. Под покровом мутных вод таится чудовище. Рыба, которая вырастает до 4,5 метров и весит 200 килограммов. Арапайма – крупнейшая пресноводная рыба в мире. Это странное создание дышит воздухом, используя в качестве легких видоизмененный плавательный пузырь. Язык, покрытый костными зубами, помогает пережевывать и проглатывать добычу, на которую арапайма охотится у поверхности воды. Иногда она ловит даже птиц. Пираньи не под силу прокусить крепкую, как бронячешую. Но оба вида абсолютно беззащитны перед другим знаменитым хищником Амазонки. Гигантские выдры, которых также называют речными волками, живут целыми семействами, насчитывающими до 10 особей. Они – великолепные рыболовы. Прожорливые взрослые особи способны съесть более 3 килограммов рыбы за день. Поблизости вертятся большие питанги, надеясь полакомиться объедками. Но некоторые выдры не любят делиться. А вот красногрудому пегому зимородку нет нужды полагаться на подачки. Он и сам умеет ловить рыбу. Упорство питанги наконец окупается. Как только выдрано едается, птица забирает свою долю. Детеныши еще живут в берлоге, но уже интересуются окружающим миром. Матери приходится быть на чеку. Чтобы сберечь малышей, она переносит их с места на место. Семьи выдр очень сплоченные. У них все принято делать сообща, и это укрепляет отношения в группе. Кайману, который легко справляется с молодой капибарой, придется изрядно постараться, чтобы поймать гигантскую выдру. Все три экосистемы Амазонка, Льянос и Анды сливаются в единый невероятный заповедник Сьерра-де-Ла-Макарена. Роскошный национальный парк может похвастаться джунглями, кустарниковыми зарослями и саваннами, одинокими вершинами, извилистыми реками и живописными водопадами. Эту уникальную территорию выбрали для первого национального парка Колумбии. В землях, прозванных Сокровищницей мира и Биологическим банком, исследователи обнаружили представителей более 15 миллионов видов флоры и фауны. Здесь обитает множество приматов. Восемь видов обезьян. И 500 видов птиц. А это почти 27% всех пернатых Колумбии. Травоядный рыжий ревун – один из местных приматов. Ревуны живут группами и обитают на деревьях, питаясь фруктами и нежными листочками. Но зелень, которая и так не слишком питательна, переварить непросто. Особое строение желудка и содержащиеся в нем колонии бактерий помогают расщеплять жесткие волокна. Пищеварение длится не один час. Не желая тратить силы на конфликты с чужаками, ревуны отпугивают их воин. Эти звуки слышны даже на расстоянии 5 километров. Сами того не зная, ревуны способствуют обогащению растительного мира, распространяя непереваренные косточки съеденных фруктов. Но бывает, семена переносят еще дальше. А все благодаря другим созданиям, небольшим и незаметным. Некоторые из них появляются ночью. Навозные жуки Это лишь один из 1200 видов местных насекомых. Навозные жуки – мастера распространения семян. Они успевают собрать помет, прежде чем объявятся те, кто не прочь отобедать семенами. Дефекация у обезьян происходит утром и вечером. И жуки с нетерпением ждут. Всего через несколько минут они смогут учуять запах свежих экскрементов, даже с большого расстояния, и точно определить его местоположение. Для них помет приматов – ценный ресурс, крайне важный для размножения. Жуки-навозники копают туннели, унося помет глубоко под землю. Именно в него позднее они отложат яйца. Вылупившиеся личинки будут окружены необходимой для роста пищи. В южноамериканских лесах, пострадавших от действий человека, жуки-навозники играют очень важную роль. Перенося и закапывая семена, они помогают естественным образом восстанавливать вырубленные деревья. Ночью просыпается одна из самых странных птиц Сьерра-де-Ломакарены. Пещерный жирный козадой Прозванный так из-за традиций местных племен вытапливать жир птенцов, который употребляли в пищу. Из него же делали свечи. Большую часть жизни эти птицы проводят в темноте. Их большие глаза приспособились видеть даже при самом слабом освещении. Но это не единственный развившийся у них навык. Низкочастотная эхолокация помогает жирному козадою находить дорогу в кромешной тьме. Гнездящаяся колония может насчитывать до 10 тысяч особей. Жирные козадои выбирают себе спутника на всю жизнь. Стены пещер усеяны гнездами с птенцами. Эти детеныши вылупились пару дней назад. Отрагивая пищу, взрослые будут кормить малышей, пока те не станут в два раза тяжелее родителей. При свете дня большая группа носух приходит к реке, чтобы утолить жажду. Это дальние родственники енота. На берегу только самки. Они подпускают самцов лишь в период спаривания. Птенцы черноголовые кардиналовые овсянки тоже направляются к кромке воды. Пользуясь тем, что численность обеспечивает безопасность, носухи приводят себя в порядок. Помимо маленьких животных, вроде носух, на территории Сьерра-Деламакарены водятся настоящие великаны. Гигантский муравьед, для которого вода не преграда, блуждает по высокой траве. Представители этого вида достигают двух метров в длину и питаются исключительно муравьями и термитами. Передние лапы оснащены мощными когтями, идеально подходящими, чтобы ворошить прочные термитники. Но третий коготь, самый длинный, мешает муравьеду ходить. Именно поэтому он научился передвигаться, опираясь на тыльную сторону лапы. Большую часть морды этого странного существа занимает нос. В костистой трубке расположен язык длиной более полуметра. Он позволяет с легкостью добывать любимые лакомства термитов. Пока муравьед проделывает дыры в термитнике, его обитатели отчаянно пытаются защитить свой дом. Но все тщетно. Крошечная добыча тут же прилипает к покрытому слюной языку. У муравьедов нет ни зубов, ни нормальных челюстей, поэтому перемалывание пищи берет на себя мускулистый желудок, в котором обычно есть песок и камешки. За день муравьед съедает до 30 тысяч насекомых. Когда приходит пора отдыха, большой хвост служит одеялом и помогает замаскироваться. Четырехпалый Тамандуа меньше гигантского муравьеда. Большую часть времени он проводит на деревьях. Спустившись поесть, Тамандуа всегда держит ухо востро. Удав, один из сотни рептилий, населяющих эти леса, с легкостью может проглотить муравьеда. Музыка. 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 Тамандуа стремится как можно скорее спрятаться в безопасной кроне дерева. Для представителей этого вида цепкий хвост словно пятая лапа, облегчающая жизнь на высоте. Кроме того, такая зона обитания позволяет Тамандуа охотиться на древесных термитов и муравьев, а иногда лакомиться медом и пчелами. За это они получили кличку медовый медведь. Музыка. Сера Диламакарена это сокровищница дикой природы. Но в этих лесах скрывается нечто еще более поразительное. Река, которую многие считают самой прекрасной в мире. Каньо Кристалис Кастерлident Кастерс Эта сеть богатых кислородом прозрачных порогов, водопадов и озер. Раз в год, всего на пару месяцев, река расцветает красками. Это потрясающее зрелище прозвали «жидкой радугой». В сезон дождей, когда вода прибывает и течение усиливается, водные растения расцветают, отчего становятся ярко-красными. Так они защищаются от палящего солнца. Здесь есть водоросли и других цветов, но красных куда больше. Они крепко прилипают к каменистому дну и быстро растут в стремительных водах. Уникальное явление на уникальной земле. Биологическая значимость Сьерра-Делла-Макарены просто непостижима. Это драгоценный камень в короне Колумбии. Большая часть национального парка скрыта от человеческих глаз. Здесь, в густых удаленных джунглях и на склонах недоступных гор, мириады видов нашли укрытие и покой. В наши дни ученым наконец-то удалось начать исследование этой загадочной области. Они медленно, но верно раскрывают ее секреты. Кто знает?